День города. В студии Кристина Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня. Пострадавшим во время атаки украинских БПЛА ничего не угрожает. Об этом сообщил региональный Минздрав. Центральный парк культуры и отдыха планируют благоустроить. Концепцию перезагрузки обсудили в библиотеке имени Есенина. Встреча с героем. В Горьковке школьники и студенты по душам поговорили с летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским. Минздрав региона сообщает о состоянии пострадавших после атаки на Рязанский нефтезавод. Накануне троих рязанцев доставили в БСМП с травмами средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Напомним, 13 марта рязанская нефтеперерабатывающая компания подверглась нападению четырех украинских беспилотников. В результате возник пожар, который оперативно ликвидировали. Ранее в наших программах мы рассказывали жителям региона, как можно передать информацию о дронах спецслужбам. Отслеживать летящие в воздухе подозрительные объекты и легко передавать данные о них можно через приложение «Радар-НФ», которое предварительно нужно скачать на свое мобильное устройство. В Рязанской библиотеке имени Есенина представили концепцию благоустройства ЦПКО. Парку планируют вернуть историческое название, предусмотрели авторы и новую набережную, танцплощадки, а также разделение на зоны. Подробнее расскажем в сюжете далее. Малые архитектурные формы, увеличение зеленого массива, благоустройство набережной и зонирование под разные целевые аудитории. Концепция перезагрузки ЦПКО направлена на решение существующих проблем парка и создание новой инфраструктуры. Идея предполагает и другое название. Вместо Центрального парка культуры и отдыха в концепции обозначена Рюмина-Роща. По словам главного архитектора Рязани Алексея Крутого, идея обновленного пространства учитывает потребности и запросы рязанцев, которые могут внести свои пожелания и изменения в потенциальный проект. В данной концепции проанализированы основные группы пользователей парка, их запросы и проблемы. Безусловно, у всех видения разные данного развития парка. Если пенсионерам необходимо место для занятий скандинавской ходьбой, то школьникам необходимо место для активного отдыха, игр. Взрослым с детьми необходимо достаточно обильное количество игровых площадок, а студентам необходимо больше общения и место для этого общения. Создать уникальный образ парка, который будут узнавать за пределами региона. Концепция Рюминой-Рощи позволит сделать зеленый оазис в центре города и такое пространство, где каждый найдет досуг для себя и своей семьи. А еще идея слияния природы и культуры, по задумке авторов, заложена в благоустройство этой территории. Тема очень сложная и интересная, потому что в жизни каждого из нас это место, я думаю, сыграло определенную роль. И случались какие-то наши с вами жизненные истории, которые мы помним всегда, и они остаются с нами. Мы с вами понимаем, что пока это только наша с вами народная инициатива начать благоустраивать парк. Мне вот лично очень хочется, чтобы в нем появилась новая жизнь, чтобы это место было притяжением для рязанцев. И хотя на реализацию концепции перезагрузки ЦПКО нужны федеральные вложения, обновлять парк начнут уже в этом году. Так, например, в 2024-м отремонтируют внутреннее помещение Зеленого театра, восстановят спортивную площадку и благоустроят танцверанду. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 14 марта на площадке Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького прошла встреча с летчиком-космонавтом, Героем России, автором книг и космическим фотографом Сергеем Рязанским. Любопытный факт – это первый в мире ученый-космонавт. Являясь командиром космического корабля, он еще и кандидат биологических наук. О чем беседовали с героем, расскажем далее. Кто из вас когда-либо мечтал полететь в космос? Круто. А я вот никогда не мечтал стать космонавтом. На встрече со школьниками и студентами летчик-космонавт по секрету рассказал, что мечтал стать ученым. Даже закончил соответствующий вуз, получил специальность вирусолог. А дальнейшую судьбу уже определила работа. Сергея приняли в Московский институт медико-биологических проблем на программу биоспутников. Задачей его была обследовать животных до полета в космос и после. Когда программу закрыли, Сергей шутит, что переключился на животных побольше. Обследовал непосредственно космонавтов. В один прекрасный день меня вызывает начальник. Говорит Сергей, вот через бумаги давай пиши заявление в отряд. Сергей Рязанцев стал первым бортинженером без инженерного образования. После первым в мире ученым, командиром космического корабля. Два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток. Четыре выхода в открытый космос продолжительностью 27,5 часов. Скажу честно, там круто, потому что ни с чем на Земле вот это чувство невесомости не сравнить. Это древнее желание человека летать как птица. Вот там это получается. Плюс потрясающие виды из иллюминатора. Я в каждой лекции обязательно, и ребятам сегодня тоже буду показывать фотографии нашей прекрасной планеты из космоса. Плюс, на самом деле, уникальная наука. Мне, как ученому, безумно интересно было там работать. Причем эксперименты не только по биологии, но и по физике, по химии, по медицине. И они действительно интересные. Самые часто задаваемые вопросы на встречах, говорит Сергей Рязанский, это какие космические просторы отправитесь покорять дальше, классические, были ли американцы на Луне, и вполне бытовые, как космонавты живут, моются и развлекаются. Основная же цель, говорит, замотивировать ребят, доказать им, что можно добиться всего. Один из главных факторов для этого – позитивный настрой. Ведь не просто так самая лучшая присказка у них. У космонавтов все всегда хорошо. О двух уголовных делах по народной 228-й стало известно на этой неделе. Притом, если в первом случае мужчина передвигался с запрещенкой по улицам, то второй и вовсе решил вырастить необычное растение у себя дома. От закона не спрятался никто. Этого молодого человека задержали на улице города 8 марта. Вел он себя, говорят полицейские, подозрительно. Остановили, поговорили. И пришли к выводу, что мужчина этот причастен, как выражаются полицейские, к противоправной деятельности. Стражу правопорядка вызвали для дальнейшего разбирательства оперативников подразделения по контролю за оборотом наркотиков по МВД России по советскому району города Рязани. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины полимерный пакетик с наркотическим средством МДМА «Экстези» массой 0,9 грамма. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере». Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы. А вот другой житель Рязанской области с запрещенными веществами по улице не ходил. Наоборот, все держал дома. А точнее сказать, выращивал. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» выявили и пресекли деятельность жителя Ряжска, причастного к незаконным культивированию и хранению наркосодержащих растений. В ходе отработки оперативной информации полицейские провели в частном доме 42-летнего мужчины обследование, обнаружили и изъяли несколько емкостей с кустами конопли, рассаду, две коробки и пакет с растительной массой со специфическим запахом. Исследование показало, что внутри части наркосодержащей конопли. Общая масса чуть больше полутора килограммов. В разговоре с полицейскими мужчина признался, что все это выращивал для личного использования. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, либо их частей в крупном размере». В правоохранительных органах добавили, что мужчину привлекут к административной ответственности. Подобных дельцов полицейские вычисляют регулярно. И если в предыдущем материале расследование только началось, то в следующей истории завершение уже близко. В Спасский суд направлено дело о рязанце, который успешно выращивал растения вне закона. Исполняющий обязанности прокурора Спасского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра. Он обвиняется по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере. А также по части 2 статьи 228 Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Поверьте, следствие, в период с марта по июлью 2023 года овиняемый приобрел в сети интернет семена наркосодержащих растений, которые стал культивировать в квартире поместь своего проживания, а также вблизи своего земельного участка в Спасском районе Рязанской области. Средство в части растений он изготовил наркотическое средство для отличного употребления. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые изъяли из незаконного оборота более 80 кустов конопли и более 2,5 килограммов наркотического средства. Уголовное дело направлено в Спасский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу. Чуть меньше месяца остается до старта весенней охоты, периода которого с нетерпением ждут сотни мужчин по всему региону. Чтобы получить от хобби максимум удовольствия, нужно помнить о требованиях, предусмотренных законом. О них еще раз напомнили в Росгвардии. С 13 апреля в Южных и с 20 апреля в Северных районах Рязанской области открывается сезон весенней охоты. Для пресечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и условия проведения охоты, правила хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, в Управлении Росгвардии по Рязанской области запланировано проведение профилактических мероприятий. Сотрудники подразделения лицензионной решительной работы напоминают, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Охотничье оружие должно перевозиться в чехле, в разряженном состоянии и отдельно от патронов. В ходе охоты запрещено использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения. Это влечет ответственность в виде административного штрафа с конфискацией оружия. А также есть другие запреты. Применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, оставлять оружие патронным без присмотра, передавать их другим лицам. Применять оружие при плохой видимости, открывать огонь по дичи близ электропроводов, открывать огонь по информационным знакам. И хотя эти правила каждый охотник знает как таблицу умножения, нарушения встречаются регулярно. Например, за время проведения профилактического мероприятия «Осенняя охота» к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия привлекли 20 человек. За нарушения, связанные с оборотом оружия, изъяли одну единицу огнестрельного оружия. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова